МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Выходя из дома, мы попадаем во двор. Вот скамейка, урна, детская площадка, пешеходные дорожки. Все настолько привычно, что мы практически никогда не задумываемся, а кому все это принадлежит, чья это земля и кто несет за нее ответственность. И самое главное, кто должен заботиться о том, чтобы придомовая территория была комфортным местом. Ответить на эти вопросы мы постараемся прямо сейчас. Почему-то некоторые думают, что общее имущество многоквартирного дома находится только в пределах его стен. Это не совсем так. Придомовая территория тоже является частью многоквартирного дома. А значит, местом, от благоустройства которого в той или иной степени зависят условия проживания. Перед приобретением квартиры в новостройке потенциальный покупатель получает всю необходимую информацию о том, что территория возле его дома благоустроена и содержит необходимые элементы для отдыха, прогулок с детьми, выгулы собак. Другими словами, в стоимость квартиры входит не только квадратные метры на определенном этаже, но и часть земли около дома. Юридически она принадлежит муниципалитету, но фактически ею распоряжаются собственники в долевом соотношении. Придомовая территория включает в себя территорию под жилым домом, проезды и тротуары, озелененные территории, игровые площадки для детей, площадки для отдыха, спортивные площадки, площадки для временной стоянки автомобилей, для выгула собак, места сбора отходов и другие территории, связанные с содержанием и эксплуатацией дома. Проезжая часть должна иметь ширину 2,5-3 метра. Покрытие должно быть из асфальта или плитки с учетом возможности зимней и летней механизированной уборки. Прогулочные дорожки, ведущие к площадкам различного назначения, должны иметь ширину от 0,75 до 1,5 метра и любое твердое покрытие. Озеленение жилого участка формируется между отмосткой жилого дома и проездом. Цветники, газоны, вьющиеся растения, компактные группы кустарников, невысоких отдельно стоящих деревьев. Территория двора многоквартирного дома – это место переплетения различных интересов людей. Человек, обживая пространство, приспосабливает его к своим потребностям, а пространство, в свою очередь, подсказывает ему возможную программу действий. Взрослое поколение, к примеру, все чаще старается украсить двор, Таким образом рождаются целые цветники и клумбы. Ольга Сергеевна и ее сын почти все свободное время отдают раскинувшемуся садику под окном. Это корзины все старые, все ставят, что есть. Вот камни все сам собрал, все эти цветочники, все он сам сделал, все. Пригодилось все, что было когда-то, да? И корзины, и старые, и тази? Все, все пригодилось. Вон, как кребок делает, старые чашки этих покрасит, все делает сам. Хотелось бы, чтобы в каждом дворе такое было? Хотелось бы, конечно, всем же приятно. Как-то красота, всем приятно. И дерево, и цветочки, все сами сажаем. Ольга Сергеевна признается, сначала соседи были недовольны, что воду для поливки цветов она берет из общедомового источника. Но потом привыкли, теперь даже помогают с рассадой. А две подруги Валентина и Ильяна решили, что все расходы для своего цветника потянут сами. Работа с землей – дело нелегкое и обходится дорого. Но результат того стоит. Здесь у нас была парковка машин. И постоянно вот это вот все время ставили, и нам это надоело, и мы решили просто вот с Лианой немножко облагородить. Да, облагородить немножко. И поэтому эта идея создалась. Мы, конечно, здесь трудились в поте лица. А потом Азарт взял свое дело и хотелось сделать лучше, лучше и лучше. Дети приходят, у нас тут и садика водят специально детей. Да, группы. Группы смотрят. И бабушки приходят с внуками. В общем, всем очень нравится. Приходят, сидят на скамеечке, отдыхают, смотрят и благодарят. Благодарности мы получили очень много, конечно. Теперь Валентина и Ильяна мечтают, чтобы в их дворе у каждого цветника были одинаковые красивые заборчики. Но говорят, управляющая компания не спешит их устанавливать, несмотря на просьбы. А должна ли? Если жители проявят инициативу и сами сделают заборчики, цветочки, это вообще будет замечательно. Можно также обратиться в управляющую компанию. Тогда мы уже с ними решаем. Из чего формируется сам бюджет дома. Обычно формируется из денег, которые собираются по статье «Текущий ремонт». То есть говорим, что на вашем доме собирается определенная сумма, на что мы с вами будем тратить. Крыша, подъезды, подвалы. Или купим качели, поставим в забор. Обычно перевешивает все-таки у нас крыша, ну, общедомовое имущество. Но благоустройство, скажем так, присутствует во всем этом. Поэтому в ограждении и в качелях жителям не отказываем. Но благоустройство, так как качели сейчас дорогое удовольствие, не все на это идут. Управляющая компания живет за чьи деньги? Живет за счет жителей. То есть это все формируется. У каждого дома есть свой бюджет. Кто-то собирает 100 тысяч в год, кто-то собирает миллион в год. Если 100 тысяч собирают, и дом, скажем так, после капитального ремонта, весь отремонтирован, то можно уже на какое-то благоустройство, скажем так, потратиться. Ну, качельки, даже вот этот вот комплекс, он где-то 170 тысяч стоит. Это бюджета дома не хватит на эту качельку. Много таких проблем, когда до благоустройства пока руки не доходят. Поэтому все надеются на город. Вот эти вот парковки, на асфальт, на городки, все-таки надежда на город большая. На территории города Чебоксары с 2011 года реализуется программа по капитальному ремонту дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов. За это время отремонтировано 578 дворовых и 278 внутриквартальных проездов площадью 605 тысяч квадратных метров на сумму более 400 миллионов рублей. До конца 2015 года планируется выполнить ремонт 136 дворовых территорий площадью 69,4 тысячи квадратных метра на сумму 68 миллионов рублей. По программе благоустройства дворовых территорий в 2015 году по Московскому району, значит, установлено 26 игровых площадок, отремонтировано асфальтовое покрытие на площади 25 тысяч квадратных метров, что составляет, ну, что это примерно около 53 адресов, значит, отремонтировано асфальтовое покрытие проезжей части дорог и тротуаров. Что касается детских площадок, то в 2015 году планируется обустроить 86 на сумму 13 миллионов 100 тысяч рублей. Следует отметить, что в первые годы реализации программы в одних дворах ремонтировались подъезды, в других строились парковки, в третьих устанавливались малые архитектурные формы. С прошлого года при благоустройстве дворовых территорий применяется комплексный подход, то есть в пределах одного двора выполняются все вышеуказанные работы. Площадь этого двора 3600 квадратных метров, что размещено на этой, в общем-то, немаленькой территории. Три горки, две качели, песочница и несколько турников. Все это расположено немного хаотично и без какой-либо логики. А как могло бы и должно быть? Давайте разберемся. В структуру двора входит детская площадка, площадка для отдыха, площадка для сбора бытового мусора, парковка и дорожно-тропиночная сеть. Так, детские площадки предназначены для игр и активного отдыха детей разных возрастов. При дошкольного до 3 лет, дошкольного до 7 лет, младшего и среднего школьного возраста 7-12 лет, для детей и подростков 12-16 лет могут быть организованы спортивно-игровые комплексы, микроскалодромы, велодромы и оборудованы специальные места для катания на самокатах, роликовых досках и коньках. На детских площадках обязательно должны быть песочницы, качели, горки, карусели, скамейки, навесы. Обязательный перечень элементов благоустройства территории на детской площадке также включает мягкие виды покрытия, элементы сопряжения поверхности площадки с газоном, озеленение, скамьи и урны, осветительное оборудование. Площадки для детей пред дошкольного возраста могут иметь незначительные размеры 50-75 квадратных метров. Размещаться отдельно или совмещаться с площадками для тихого отдыха взрослых. В этом случае общую площадь площадки устанавливать не менее 80 квадратных метров. Оптимальный размер игровых площадок для детей дошкольного возраста 70-150 квадратных метров. Школьного возраста 100-300 квадратных метров. Комплексных игровых площадок 900-1600 квадратных метров. При этом возможно объединение площадок дошкольного возраста с площадками отдыха взрослых. Размер площадки не менее 150 квадратных метров. Соседствующие детские и взрослые площадки необходимо разделить густыми зелеными посадками или декоративными стенками. Площадки для тихого отдыха и настольных игр взрослого населения следует проектировать из расчета 0,0,2 квадратных метра на жителя. Оптимальные размеры площадки 50-100 квадратных метров. Минимальные 15-20 квадратных метров. Обязательный перечень элементов благоустройства на этой площадке включает твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхности площадки с газоном, озеленение, скамьи для отдыха, скамьи и столы, урны, как минимум по одной у каждой скамьи, осветительное оборудование. Лужайки должны быть окружены группами деревьев и кустарников. Покрытие из устойчивых к вытаптыванию видов трав. Требования и стандартные довольно серьезные. Основные параметры закладываются уже на стадии строительства домов. Остальное по усмотрению инициативе жильцов. К примеру, в Чебоксарах при Тосе Ахазовске жители создали клуб «Альбатрос» и стали сами организовывать себе досуг. Недавно соседи съездили в Заволжье, привезли саженцы и теперь высаживают их у своих подъездов. Я вообще-то, как сказать, родилась в Советском Союзе. Я знаю то, что вот, ну, я вот дочь военна, вот у нас военные городки, там как-то всегда соседи все собирались, как-то дружненько играли там в волейбол, в футбол, в городки. И дети с нами же так же, то есть, ну, то есть, я там еще была ребенок. Вот сейчас нужно, я хочу так, чтобы вот наш двор был таким. Почему бы с этой целью во дворе не появиться настоящему клубу, хотя бы в виде крытой беседки? Такую идею высказал один из основателей фонда «Городские проекты». Здесь можно отмечать день рождения, школьники могут собираться и делать уроки вместе, пенсионеры общаться во время плохой погоды. Дворовый клуб возьмет на себя функции, которые сейчас раскиданы по разным учреждениям. Это и маленькая библиотека, и бесплатный интернет, и прохлада во время жары, и место для игр, куда можно отпустить ребенка. Дворовый клуб объединил бы жителей. Одна из наболевших проблем нашего времени – парковки во дворах. Жители привыкли оставлять свой автомобиль так, чтобы его было видно из окна. Изначально вряд ли предполагалось, что так называемые карманы превратятся из гостевых в места постоянного хранения машин. Оставлять свою ласточку на платной охраняемой парковке по карману не всем. И теперь мы стали заложниками сложившейся ситуации. Автомобили в ряд стоящие на газоне – подарок для городского бюджета. Такое нарушение правил благоустройства карается штрафом от тысячи для физических лиц до 20 тысяч для юридических. А за повторные нарушения суммы увеличиваются больше, чем в два раза. Установка блокиратора тоже влетит автолюбителям в копеечку. Ежедневно сотрудники отдела ЖКХ производят обход, объезд дворовых территорий Московского района. Выявляют на гостевых парковках на землях, принадлежащих администрации города Чебоксары, то есть муниципалитету, различные блокирующие устройства, как то – блокираторы, цепи, ограждения, заграждения и другие конструкции, которые препятствуют свободному доступу автовладельцев на гостевые парковки. В таких случаях администрации района принимаются меры по демонтажу блокирующих устройств. Захват муниципальной земли в личную собственность незаконен. Хотите личное место на стоянке – можете оформить его в аренду. Тогда ни одно должностное лицо не посягнет на ваши права. Правда, платить за нее придется исправно. Конечно, уровень автомобилизации населения значительно вырос. В связи с этим в этом году Чебоксарское городское собрание депутатов внесло поправки в градостроительные нормативы. Установлена проектная обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями. Отныне проектный уровень автомобилизации населения следует принимать равным 470 автомобилям на 1000 жителей, а уровень обеспеченности населения индивидуальным легковым автотранспортом – не менее 350 автомобилей на 1000 жителей. Количество парковочных мест в новых домах будет соблюдаться, исходя из этих правил. Старым домам в этом плане приходится посложнее. Необходимо перераспределять территорию двора. Жильцы дома 19, корпус 8 по Московскому проспекту приняли решение, что парковка для них важнее, чем газон, и организовали себе стоянку. Земля находится в долевой собственности владельцев квартир, так что особых проблем не возникло. На существовавшую тогда парковку, построенную вместе с домом, емкостью 10 машиномест, конечно, уже невозможно было заехать, когда все переселились. Поэтому вопрос стал, каким-то образом эту проблему решить. Поскольку дом новый, естественно, мы в программу на бесплатное оборудование не могли попасть, только за счет собственных средств. Провели в сентябре 2011 года общее собрание, приняли решение. После того, как на общем собрании больше 80% жильцов проголосовало за парковку, заказали проект. Утвердили его у главного архитектора города, получили ордер на земляные работы. И вот у дома появилось дополнительно 27 машиномест. На материалах решили не экономить, выбрали так называемую экопарковку. Там может расти трава, конструкция не повреждает корневую систему растений. Каждая машиноместа обошлось автовладельцам в среднем в 21 тысячу рублей. Но это дешевле, чем постоянно платить штрафы. Тем, кто паркуется в неположенных местах, квитанции в последнее время приходят с завидной регулярностью. С помощью системы автоматической фиксации правонарушений «Паркон» выявляются нарушения, такие как стоянка автомобилей на газонах, тротуарах, детских площадках. Всего за 6 месяцев текущего года к административной ответственности за подобные нарушения привлечено 6571 нарушитель. И что хочется отметить, что средства, подступившие от штрафов, направляются в том числе и на строительство новых парковых и стояночных мест. Пойман за нарушение в первый раз штраф 1000 рублей. Дальше в два раза дороже. Впрочем, для жителей многоквартирных домов, кто перемещается на своих двоих, чаще всего кошелек соседей-автомобилистов не заботит. Так, часть жильцов одного из домов по улице Кривого о парковке во дворе и слышать не хотят. У них своя правда. Жители нашего дома стараются благоустраивать территорию. Вы посмотрите, какие цветочки. Здесь у нас хорошие. Здесь у нас очень много детей бегают. Мы довольны, что у нас есть хорошая площадка. И мы стревожены тем слухами, что предполагается здесь делать парковку. Мы категорически против этого, потому что территория-то небольшая. Что будет после этого? Мы хотим сохранить зеленую зону. У нас здесь и деревья прекрасные, липы цветущие. Этот райский уголок нам просто терять же. Протокола собрания еще нет, но инициативные жительницы утверждают, чтобы построить стоянку, нужно 67% голосов «за». А тут почти все против. Во-первых, они очень шумят. Во-первых, загазованность. Это же ненормально, дышать нечем. Будьте любезны парковаться на стоянках платных. Вот и все. Так что у администрации есть и еще одна параллельная задача. Нужно найти компромисс между водителями и пешеходами. В этом году у нас построено 47 парковок, порядка 570 машин и мест. Программа текущего года выполнена. И сейчас мы начинаем формировать уже заявки на 2016 год. Понятно, что при любом раскладе остаются те, кто не сумеет решить вопрос по парковке для своего автомобиля. Этим жильцам остается использовать опыт соседей, уже построивших эко-парковки во дворах. При этом земельный участок им не выделяется. Размещение парковки согласовывается с собственниками помещения в многоквартирном доме, администрацией района и владельцами инженерных коммуникаций. Итак, первое, что нужно сделать собственникам, определиться с местом будущей парковки. По правилам, оно не должно препятствовать движению пешеходов и автомобилей внутри дворовой территории. Также нужно помнить о жителях первых этажей, когда вы прогреваете автомобиль зимой. Если автомобиль припаркован слишком близко, то вряд ли им понравятся выхлопные газы и звук двигателя под окном. Поэтому минимальное расстояние от окон дома до парковки должно быть не менее 10 метров. Для организации парковки мало привести щебень и раскидать его лопатой. Основание должно иметь фундамент и твердое покрытие. Возможно, установка георешеток. Пока же кажется, что автомобили скоро станут ставить друг на друга в буквальном смысле. Хотя, почему бы и нет? В крупных городах активно строятся многоярусные паркинги. В Москве ради эксперимента решили построить башенную парковку прямо на многоэтажном доме. Автомобиль поднимается к твоему окну на специальной лифтовой установке. И он в прямом смысле слова стоит прямо за окном. Даже если ты живешь на девятом этаже. Удовольствие не бесплатное. Примерно 500 рублей в месяц с автомобилиста. Зато никаких пробок у подъезда. А в соседней нам Казани пошли еще дальше. Жильцы нескольких домов объявили свой двор свободным от машин. Автовладельцы пользуются платными парковками. А до подъезда идут пешком. Въезд возможен, но только для аварийных служб или на несколько минут для загрузки-разгрузки. Теперь здесь не просто двор, а сформированный образ жизни. Безопасный и экологичный. Все-таки это место отдыха, а не паркинг. Кстати, об экологии. Здесь, согласно правилам благоустройства, свои нормативы. Подметание городской территории производится. Проезжей части круглосуточно, по мере накопления загрязнений. Тротуаров ежедневно до 7 часов утра и в течение дня по мере накопления загрязнений. Дворовых, придомовых и внутриквартальных территорий ежедневно до 10 часов утра. Мойку и поливку тротуаров и дворовых территорий, зеленых насаждений и газонов следует производить силами организаций и собственниками помещений. Контейнеры для сбора мусора должны быть установлены на специальных площадках, удаленных от окон жилых зданий, границ участков детских учреждений, место отдыха на расстояние не менее 20 метров, считая по пешеходным дорожкам от дальнего подъезда. При этом территория площадки должна примыкать к проездам, но не мешать собственно транспорту. Размер площадки на один контейнер – 2-3 квадратных метра. На территории жилого назначения площадки нужно проектировать из расчета 0,03 квадратных метра на одного жителя или одна площадка на 6-8 подъездов жилых домов, имеющих мусоропроводы. Покрытие площадки должно быть аналогичным покрытию транспортных проездов. Уклон покрытия площадки – 5-10% в сторону проезжей части, чтобы не допускать застаивания воды и скатывания контейнера. Освещение площадки производится в режиме освещения прилегающей территории с высотой опор не менее 3 метров. К площадкам сбора твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора круглосуточно должен быть обеспечен свободный подъезд. Парковка автомобилей у площадок запрещена. Можно сколько угодно говорить, правильно ли организовано пространство в наших дворах. Будут ли у подъездов стоять автомобили или благоухать цветы, как часто дворник будет подметать дороги и тротуары, сколько лавочек нужно в зоне тихого отдыха и сколько качель понадобится, чтобы все дети остались довольны. Но важно помнить одно – основным условием оптимального использования придомовой территории и обеспечения порядка является коллективная воля жильцов. Редактор субтитров А.Семкин